Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Северная Сахалин». В студии для вас работает Никита Бибик. Сегодня в нашем выпуске. Единая Россия предлагает на пост главы муниципального образования городского округа Ахинский и высококвалифицированного специалиста в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предварительное голосование партия провела в минувшую субботу большинство ахинцев, пришедших на праймерис, отдали голоса нынешнему заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Денису Кану. Министерство природы Российской Федерации отказало Сахалинской области в ослаблении режима особой охраны Шмидта. Региональный заказник «Северная» останется в прежнем статусе. «Роснефть зажигает звезды» в Ахе прошел первый этап традиционного корпоративного творческого фестиваля. В нем приняли участие работники нефтяной отрасли и их дети. Сейчас об этом и многом другом более подробно. Минувшую субботу, 21 января, в Ахе местное отделение партии «Единая Россия» проводило предварительное голосование по выбору кандидатуры на пост главы муниципального образования городской округ Ахинский. Предварительное голосование, организованное партией «Единая Россия», состоялось 21 января. В округе работали 4 избирательных участка. Для получения бюллетеня не требовались паспортные данные и не было необходимости прятаться за ширму. В каждом бюллетене можно было отметить одного, двоих или нескольких кандидатов. Интересующую информацию можно было узнать от сотрудников избирательных участков. Свои кандидатуры на предварительное голосование могли подать не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные граждане. В субботу в Ахе проголосовали порядка 1700 человек. «Лично мое мнение, я проголосовал с Акана Дениса Юрьевича, так как считаю его самым достойным кандидатом. Я неоднократно был на его собраниях, слушал его речи. Этот человек мне приносит тем, что он хорошо представляет проблемы нашего округа, конкретно нашей Ахии, знает пути решения этих проблем». «Я хотела бы, чтобы мэром города был Ахинец, который бы хорошо знал район, который бы жил здесь». «Я проголосовал за двух кандидатов, это Кана Дениса и Азнабаева Рустама. Так как проголосовал я за Кана Дениса, это потому что он ставник губернатора, а мы единая команда и должны поддерживать друг друга. За Азнабаева Рустама, потому что он Ахинец и понимает проблемы города Ахи. А оба они молодые, молодые, со свежими мыслями, понимающие проблемы города». «Хотелось бы верить, что люди идут во власть не для наживы, а действительно для служения народу, чтобы улучшать тот город, в котором они сейчас предполагают это делать. Неважно, приезжий это будет человек, либо это будет местный человек. Лишь бы у него были знания, желания и стремления все это дело улучшать». «Мое мнение, мне кажется, что должен быть управленцем, главой нашего округа, должен, мне кажется, быть человек Ахинец, который уже здесь проживает, живет, уже знает какие-то у нас минусы, какие-то недостатки, где-то какие-то плюсы. Ну и также придерживаюсь такому мнению, что может быть человек приезжий, также, например, человек, который с области, который непосредственно полностью охватывает всю область и регион, также может выходить потом на оригинальный уровень и решать вопрос именно нашего округа». Результаты предварительного голосования уже известны. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Денис Канн набрал максимум голосов. 618 ахинцев видят его у руля района. Вячеслав Иванюк на второй позиции, у него 521 голос. За Рустама Азнабаева 425 человек. Александру Семанкину отдали предпочтение 247 жителей округа. За Ивана Журомского 215 голосов. Партия «Единая Россия» на основании рейтинга, полученного по результатам предварительного голосования, определила кандидата на пост главы для участия в выборах. Им стал Денис Канн. Полный список фамилий, которые будут в избирательных бюллетенях на выборах 12 марта 2017 года, мы увидим в ближайшее время. Ахинская территориальная избирательная комиссия сообщила о том, что местные отделения партии «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР проводят конференции по выдвижению своих кандидатов для выборов на пост главы муниципального образования городской округ Ахинский. От Компартии выдвигается Сергей Гусев. Два других партийных отделения пока не раскрывают информацию о своих выдвиженцах. Прием заявлений избирком будет вести еще 4 дня, до 27 января включительно. Заявлений от кандидата, в том числе и от самовыдвиженцев в территориальную избирательную комиссию пока не поступало. В среду, 25 января, в нашем эфире состоится серьезный разговор с главой муниципального образования городской округ Ахинский Александром Шкрабалюком. Вопросы от телезрителей мы принимаем в социальных сетях и по телефону 44 701. Региональный заказник «Северный» останется в прежнем статусе. Министерство природы РФ отказало Сахалинской области в ослаблении режима особой охраны. Хозяйственной деятельности на территории заказника «Северный» не допустят. В ослаблении режима особой охраны регионального заказника Сахалинской области отказало Министерство природы РФ. В предварительном проекте предлагалось выделить две функциональные зоны – особо охраняемая и хозяйственная. в которую входили бы полосы вдоль морского побережья шириной 50 метров от линии максимального прилива до границы древесно-кустарниковой растительности. Предлагалось разрешить установку временных палаточных лагерей для персонала рыболовецких предприятий, движение транспортных средств и нахождение собак, а также возведение временных построек для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Все эти виды деятельности действующим положением заказники Северный были запрещены и впредь останутся под запретом, так как противоречат нормам законодательства Российской Федерации. Цитата «Минприроды России не считает возможным согласовать представленный проект постановления, так как его реализация противоречит режиму особой охраны заказника и приведет к негативному необратимому воздействию на его экосистемы», подчеркнул Мурат Керимов, замминистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации по сообщению пресс-службы Минприроды России. А значит, режим заказника Северный останется по-прежнему особым и ведение хозяйственной деятельности там запрещено. С января 2017 года по адресу советская 31-1 в многофункциональном центре открыто так называемое «окно для бизнеса», обратиться в которое за получением государственных и муниципальных услуг могут исключительно субъекты предпринимательства. Помимо всего комплекса необходимых услуг, предоставляемых МФЦ в общем порядке, субъекты среднего и малого бизнеса смогут также воспользоваться услугой Федеральной корпорации по развитию предпринимательства по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки. Прием предпринимателей в Ахе ведется непосредственно при обращении с использованием электронной очереди. Доброй традицией стало привозить в Аху чудотворные иконы и частицы мощей святых. Жителям отдаленных сахалинских городов, таких как Аха, теперь довольно часто удается прикоснуться к таким святыням. Вот и завтра в Ахе в храме преподобного Сергия Радонежского с 12 до 18 часов будет находиться икона с частицей мощей святых Петра и Февронии. Млебен святым состоится в 12 часов дня. В Ахе прошел региональный этап корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Его участниками стали самодеятельные творческие коллективы и исполнители из числа работников структурных подразделений компании «Роснефть» на Сахалине и их дети. В минувшую субботу на сцене районного дворца культуры прошел первый отборочный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Это ежегодный творческий праздник с участием работников Сахалин Морнефтегаза, структурных подразделений, детей нефтяников, а также учащихся «Роснефть» класса. Вот и прошел ежегодный фестиваль корпоративный «Роснефть зажигает звезды». Мы очень рады всегда его проводить каждый год. В этом году, к сожалению, у нас приняли участие только вокалисты. Хочется отметить, что принимают участие не только дети работников Сахалин Морнефтегаза, но и сами работники. Это очень-очень радует, улыбает. Ну, я надеюсь, зрители остались довольны. Участие принимали творческие коллективы и исполнители от семи лет и старше в четырех номинациях. Народный эстрадный вокал, инструментальный жанр и в четвертой номинации «Отображение». Члены жюри оценивали рисунки юных художников. Очень важно, что молодые, талантливые, одаренные, творческие люди заявляют о себе. Но еще более важно, что администрация, руководство общества «Роснефть зажигает звезды Сахалин Морнефтегаз» поддерживает тех, кто этого заслуживает. Корпоративный фестиваль позволяет участникам в полной мере проявить свои творческие способности, попробовать свои силы на большой сцене. Я выступала с номером «Музыка, рисую душ», я принимаю участие, просто потому что мне нравится петь. Уже несколько лет на сцене выступаю, потому что мне нравится. Мы первый раз вообще участвуем. Сейчас было на сцене очень страшно нам. Мы из «Роснефть класса» и решили принять участие в классе. Мы пели песню «Реченька река». Не знаю, как-то так получилось, что мы выбрали именно этот номер, он нам понравился. До выхода было немного страшновато, но когда вышла на сцену, ну, как-то страх ушел. Все нормально было. Сувениры и памятные подарки получили все участники отборочного тура. Он проводится с целью формирования делегации для участия в зональном этапе фестиваля, который пройдет в Москве в конце мая. Новое поступление меховых изделий в Аху привезли огромную коллекцию мехов российского производства. Выставка продажа состоится 24 и 25 января в районном Дворце культуры. Закружила. Дом, работа, заботы – не до себя. И вас как будто не замечают. А может, это ваша привычная одежда делает вас незаметной? Не пора ли подумать о себе? Зима – не повод для грусти, а время обновить гардероб. В этом вам поможет магазин по всей России «Меховые традиции». Обновленная коллекция крупнейшей выставки приезжает в Аху. Только в январе тысячи изделий из меха Норки, Нутрии, Бобра, Енота, Лисы, Королевского Рекса и Овчины по старым ценам. Размерный ряд от 38 до 68. Все шубы от российских производителей и по привлекательным ценам. Качество изделий подтверждают сертификаты. На каждую шубу дается гарантия от производителя. Каждая имеет свой контрольный идентификационный знак – чип с информацией о мехе, бренде, стране, производителе и предприятии, где сшита эта шубка. В связи с чипованием ожидается значительный рост цен на меховые изделия. Поэтому сейчас как никогда выгодно покупать шубу. Также вам предлагают купить шубу своей мечты в кредит на два года без первоначального взноса. А еще в магазине по всей России «Меховые традиции» действуют скидки до 50% на коллекции прошлых сезонов. Попробуйте примерить одну из наших шуб. Оцените себя по достоинству. Выставка «Магазин по всей России «Меховые традиции» будет работать в Ахе с 24 по 25 января в районном Дворце культуры по адресу Советская, 30 с 10 до 19 часов. Это был последний материал нашего информационного выпуска. Я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова